добрые раницы мишу отправила на песочек там ему классно солнышко игрушки и песок прям целая тона и это реально лучшее место которое в его возрасте может быть у нас в ушаке в городе нету нигде песочница может быть где-то других районах но в нашем точно нету и как я ходила в парке там есть такая знаете когда даже это стыдно рассказывать собаки вырыли вот в песке а в траве и там кусочек песка и вот там дети наши маленькие играли мы брали игрушки лопатки они вот там играли сидели буквально метр на метр но здесь прям вот рай с павлом приезжали еще не было вот этой песочнице огромной мой брат целую тачку привез песка желтенького ему здесь под яблонькой под деревом тени это все высыпал и пашка играл потом уже мы убрали этот старый дом дедушки и бабушки и тут вот прям целая песочница для них реально это просто не знаю но павел уже все павел приходит играть сюда только со своими друзьями ну или иногда с мишей но это мало конечно то меньше тут прям вот раздолье и это на самом деле классно а так что у нас до помню что хотела рассказать вам обещала по поводу как отучила не знаю вам слышно нет нас такой ветер надеюсь что слышно будет в общем для себя я поняла тот факт что то чтобы отлучить от груди нужно быть готовы в первую очередь самому самой то есть когда вы точно решаете для себя что все сто процентов я больше не хочу тогда это сделать гораздо проще если же вы сомневаетесь если вас какие-то мысли какая-то жалость к ребенку и так далее то вам будет гораздо сложнее потому что если он будет просить вам будет очень сложно удержаться и морально вам будет не очень хорошо как ни странно на самом деле я расскажу о себе возможно у вас по-другому когда я павла кормил я его кормил до двух лет буквально там две недели до двух миру очень надоело потому что это было не кормежка это было уже знаете такое то есть он нормально питался и все уже все понимал и это просто было как психологическая привычка вот ему успокоиться нужно и почувствовать себя в безопасности и так далее это тоже все классно тоже все полезно для его для развития его психики для этого чувства уверенности в том что мир безопасен что его любят и так далее чтобы вот он себя комфортно ощущал и рос с этой установкой вот но в любом случае приходит время когда уже пора действительно завершать и вот проходить такой этап сепарации да то есть это а сепарация это ну как разлучение вот и на самом деле я считаю что отучение от груди это первый вот прям первый шаг сепарации уже процессу сепарации ребенка от мамы дальнейший самый сложный этап это подростковый возраст а я когда даже снимала видео рассказывала почему подростки такие непереносимые на самом деле вот если кому интересно пишите и я вам расскажу почему у них вот так шарики за ролики заходят и почему не такие сложные а вот и насчет того что я не отучала никогда в год ребенка да то есть меня не было мысли в годик в полтора поэтому я здесь не могу ничего сказать и ничем поделиться вот а к двум годам да значит первое это решаем для себя это все вы готовы во первых но разговаривайте просто сами собой в уме что уже время пришло что же вполне нормально что вы свою функцию выполнили что все хорошо все достаточно больше уже нет смысла даже несмотря на то что вы видите как ребенку хорошо как ребенку приятно засыпать быть рядышком с мамой вот так вот носиком уткнуться несмотря на то что у вас самые приятные чувства потому что гормон окситоцин он в крови увеличивается и вот у вас такие чувства нежные добрые просыпаются от этого вам приятно но несмотря на все на этом просто время пришло это что касается двух лет то есть принципе можно спокойно вот так вот собой рассуждать некоторое время дайте себе время это не за день не за два и опять таки это для тех кто не уверен что пора уже завершать для тех кто у какого у кого какая-то жалость возникает до чувства таки может быть еще а ему так хорошо и муж так нравится если вас это есть вот просто собой вот так беседуйте что в свою функцию выполнили сто процентов сполна даже выше нормы вот а ребенку уже пора немножко становиться более самостоятельно то есть то что вы делаете это вы делаете лучше для него что он уже будет то есть его психика уже будет немножечко по-другому работать и это как раз таки тот этап тот возрастной момент когда нужно это делать вот поэтому никаких чувств вины что нужно еще и так далее нет просто вот с этим сами собой атаку побеседуйте если нужно приходить с вами побеседую прочищу вам мозги и все будет окей да кто не знал что я психолог поэтому можете обращаться секундная реклама вот и дальше по поводу ребенка если он у вас скорее всего в двум годам на 5 уже не у всех но я думаю что скорее всего у большинства это уже просто перед сном допустим грудь даете а или во время сна вот он ночью там если вместе спите то есть это такое уже просто чисто вот чувство безопасности что нам и рядом и все когда молока даже он там особо и не употребляет потому что но уже другая функция у него пошла опора на вас а вот в то время когда уже нужно опираться на себя немножечко начинать вот и я расскажу как я это сделала то есть я когда я была с вашей я была более готова плане того что мне просто это дико надоело потому что он без конца среди ночи он спал отдельно рядышком но отдельно и мне приходилось 10 раз подставать и уходить вставать и уходить так далее с мишей я до сих пор сплю вместе поэтому конечно не такие проблемы но немножко по-другому и в общем мне просто достало мне уже прямо это раздражало я помню что меня прямо это уже убивало потому что это такое ограничение свободы то есть не можешь отойти нет постоянно должен быть рядом особенно ночью так далее вот я тогда прям хорошо решила что все я больше не хочу и в один день я с ним завершила как я просто на пути обычным методом нарисовала фломастером такие точки про мне не жалея да так конкретно хорошо вот именно в районе что больше всего ему нужно вот там такие точки точки фломастером нарисовал вот и когда он захотел я это делала с утра не в обед не к вечеру а именно с утра чтобы в течение дня к ночному времени у него уже в голове плата идея что все да потому что сложнее всего ночью обычно и поверьте если вы думаете что в два года ребенок вот днем увидит эти точечки допустим да и ночью он об этом забудет да он может быть забудет но вы скажете и он тут же вспомнит это не такое вот уже прямо совсем бессознательное существо который не понимает он уже все хорошо понимает в этом возрасте я нарисовала эти точки показала ему он ему стало неприятно и сказал что видишь ну сиси уже бе невкусная тут никаких таких секретов и фантастических психологических моментов нету просто вызываете чувство ну не знаю не отвращение это было бы слишком ну то есть чтобы она ему просто не понравилось внешне кто-то делает еще до горчицы и так далее но это если ребенок все-таки несмотря на то что там нарисована на сисе несмотря на это он все равно будет хотеть пробовать и мой просто увидел и все сразу отвернулся с павлом было так он больше не попросил ни разу не ночью не на следующий день все для него тема груди просто в один вот в одну секунду я бы сказала ушла даже я наверное потом думала блин а ну да он целый день ходил немножко такое без настроения то есть это было видно что у него в голове идет какое-то переосмысление на его уровне а вот что же касается и все это вот так вот я немножечко сцеживалась чуть-чуть по капельке потому что я думаю что вы в курсе молоко что все равно иногда периодически может появляться прибавляться особенно в те времена в часы когда вы обычно кормили грудью вот я чуть-чуть послеживала совсем капельку чтобы не больно было чтобы чуть-чуть облегчить состояние все не сцеживала потому что это противоречит если вы будете сцеживать но будет опять прибавлять так далее если вы будете скажет по чуть-чуть она по чуть-чуть будет прибавляться и со временем просто этот процесс уйдет на нет вот с мишей я готовила себя неделю может даже больше потому да больше какой недели слушайте больше ну то есть я думала об этом что вот 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 когда приеду беларусь обязательно завершу я бы думала что будет сложно потому что он другой он не такой как павел он более настойчивый более такой с характером я думала что будет ну все кранты короче как это было я пошла по проторенной тропинке это же нарисовала точки а ну да как я себя готовила мне было сложнее с ним потому что я понимаю что это уже последний раз в моей жизни что больше мы детей не планируем вот и это все найти а когда это для тебя занимает какую-то важную роль играет в той жизни для меня это было очень важно кормить грудью поэтому поэтому это было не так просто прекратить потому что я понимаю что это все это уже последний раз в моей жизни я это делаю больше такого я чувства не испытаю а скорее всего но опять-таки это возможно больше я себя настроил но неважно ну то есть было немножко грустно что вот жизни уже как ни крути нет еще такого но еще там рожу там еще когда-то это будет еще вы испытаете ощущение то есть тут уже другое вот но ничего я психолог я сама собой поработала подумала вот так поговорила сама в себе собой в голове как обычно мы это делаем и то же самое нарисовала точки и утром показала и он сказал это бе я гудо бе все невкусно и после этого пришел дневной сон обычно он естественно засыпает на груди опять я ему показала он посмотрел не захотел ну естественно начались психи то есть он прямо вот выгибался лежал на диване я помню так ну плакал но это пять минут буквально продлилась я взял на руки я ему посочувствовал пожалела погладила в общем и вот так вот где-то за часа полтора-два наверное он только уснул это было у него сложнее тоже самое ночью когда ложились спать он позже уснул вот но в течение дня нормально то есть он подходил иногда показывал на грудь говорил бе я говорил да бе и причем не знаете как говорила это бе 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 то есть так вот делала кривлялась так чтобы ему было смешно и он на самом деле начинал хохотать и тоже так делал так со мной вместе начинал это дело все бе и и ржет и смеется вот ночью опять было сложнее уснуть но главное не сходить с пути то есть если вы точно решили не травмируйте ребенка опять вот этим что опять дали потом завтра опять решили не дать и так далее нет вот решите точно для себя что сто процентов все ничего не может произойти ну не дай бог там супер что-то такое что вы вот сойдете с этого пути и опять решите дать допустим то есть но это вы сделаете хуже только для своего ребенка поэтому вот первую очередь решайте сами точно были вы готовы ночью опять он сложно уснул конечно же потом он просыпался и какое-то время прям дергал майку я помню вот первую ночь он дергал ее я грубей он раз от меня так прямо резко отвернулся и все и лег и уснул мне это было необычно потому что где-то в часа 4 утра в 2 в 4 он уже как присасывается уже практически мускай до утра до того момента почти как просыпаться он на груди а вот а тут он отвернулся от меня и все и пару раз опять майку подергал пижаму и я опять сказала бе и он опять отвернулся и вот уже сегодня какое десятое число 10 дней как мы не на груди и периодически он вспоминает показывает на грудь пальчиком опять бе и особенно первые дни было знаете как он показывает на грудь мама бе сися бе я буду гаги а он так смотрит мы там в душу смотрит да вот с такой надеждой ну маму скажи что небе скажи что все окей я могу но и пошел вот и все то есть вот так вот за один день буквально мы это дело убрали нельзя сказать что он птичка несет каких-то насекомых своим деткам ай ты моя хорошая ой ты боже мой ты красивая все улетела в общем вот так вот у нас все прошло и сейчас уже десять дней он иногда вспоминает показывает на грудь и говорит но не лезет не трогать ничего и все это же самое ночью девчонки это просто невероятно когда ты ложишься спать у меня режим не дисциплина со сном я ложусь обычно в определенное время вот поздно не ложусь но все равно когда ты можешь лежать на каком угодно боку потому что с ним если мне приходилось на одном боку спать потому что только я отвернусь он опять начинает шкрябать ему надо чтобы вот я прям была лицом чтобы в любом любую секунду мог быть прямом доступе к груди вот и все вот так вот все это завершилось и слава богу я очень рада и оказалось все гораздо проще чем я планировала и думала что будет с ним вот чем я рассказываю девочкам как я тебя отучала от и как мишу потому что просили хотели узнать как это безболезненно проходит да ну так безболезненно прям нет но это не смертельно это не какая-то травма это нормальный этап который должны пройти все мамы и дети поэтому это как созревание это как взросление как сепарация вот главное это делать вовремя по своим ощущениям и ребенка конечно же кому-то в год уже надоедает и прям все уже раздражает и не можете тогда завершаете вот не не чувствуете вот эту вину и так далее это все детские чувства них нужно убирать вообще говорят что до полугода там дальше уже принципе не так важно ну у каждого свое мнение я считаю что до двух это для меня оптимально я прям вот прям вот идеально для меня не говорю ни для кого вот так что вот такие пироги 16 минут прям рассказывала про сиськи пользуйтесь на здоровье надеюсь что вам было это полезно буду завершать